Если последнюю неделю вы стали чаще ссориться со своей второй половинкой, знайте, это планеты чудят. С 13 мая по 25 июня период ретроградной Венеры. Это время обещает быть жарким во многих сферах, но как именно ретроградная Венера может повлиять на нашу жизнь, спросим у астролога Екатерины Дубас. Она на связи с нашей студией, прямо с солнечного острова Бали. Екатерина, добрый день. Многие слышали о ретроградном Меркурии, а тут, оказывается, случается еще и ретроградная Венера. Получается, что каждая планета может быть ретроградной. Что вообще такое ретроградность? Кристина, здравствуйте. Все верно. Так или иначе, большинство планет обращается в ретродвижение. Что же это такое? Это особый ход планет, когда со стороны нас, землян, нам кажется, что планета пятится. Этот эффект мы можем наблюдать при попутном движении поездов, когда кажется, что соседние поезды движутся назад. Кроме Солнца и Луны, все планеты возвращаются в ретродвижение. Разница лишь в периодичности и скорости. Например, ретро-Меркурий берет обратный ход три раза в год. Если это Венера, то раз в полтора года. Марс раз в два года. Высшие планеты так и вовсе в ретродвижении находятся по полгода, по пять месяцев, приобретая такое поколенческое явление. Когда планета идет в ретродвижение, функции искажаются, затормаживаются, изменяется восприятие людей по теме этой планеты. И в этот период нас как будто призывают немножечко погрузиться вглубь функций, за которые отвечает планета, и остановиться. А за какие сферы в нашей жизни отвечает Венера, и как на них может отразиться ретроградность планеты? Венера – это планета любви и красоты. Она отвечает за наше эстетическое восприятие, чувство вкуса, критерии выбора партнеров, а также регулирует финансовые вопросы. Соответственно, в период ретродвижения у нас искажается чувство вкуса. Мы можем выбрать абсолютно неподходящую одежду, духи, которые потом захотим кому-то подарить, попасть под очарование абсолютно неположительных персонажей, совершить какие-то серьезные ошибки в финансовых вопросах. Также в этот период очень обостряется восприятие нашего спутника, и мы можем сжигать мосты, все крушить, ссориться. Вот, собственно, так проявляет себя Венера в ретродвижении. А правда, что нас ожидают трудности с деньгами? Или это коснется не каждого? Кристина, верно. Некоторый тормоз финансовых вопросов присутствует. Сразу скажу, что финансовые стратегии, прогнозы инвестирования, покупок – это сугубо индивидуальный вопрос, его можно считать по натальной карте. Но если говорить об общем фоне, то неосознанные люди могут допускать очень много ошибок. Могут ломаться платежные системы, какие-то юридические поправки в банковской, финансовой теме. И это все может напрягать общий фон. Опять же, повторюсь, изменяется восприятие по теме покупок. Можно делать невыгодные покупки, невыгодные вклады. И даже если человек соблюдает какую-то долю ответственности и осознанности, его могут просто раздражать и напрягать сопутствующие события, которые идут фоном. Ну тогда от чего сейчас лучше отказаться, а вот на что, наоборот, обратить внимание? Сейчас не стоит совершать дорогостоящие покупки. В частности, если это какие-то престижные бренды, если это предметы интерьера, предметы мебели, запрещены любые хирургические вмешательства эстетической медицины, иглоукалывание, какой-то ботокс. Просто операция, процедура может сложиться максимально неудачной. Но это отличный период разобрать свой шкаф, свой туалетный столик и продать вещи БУ выгодно. Вот это отличный период. Также могут активизироваться наши бывшие. Если вы жалели расставание, это действительно достойный человек, то Вселенная как бы вам дает второй шанс. Если же расставание было некрасивое, вы решили для себя, что нет, этот человек мне не подходит, то лучше не стоит соблазняться и идти на поводу поговорки на безрыбье «рак рыба». Также стоит исключить серьезные финансовые сделки, в частности, инвестирование, вклады. Тут может быть очень много искажений и потерь. Очень нежелательно любые решения, особенно кардинальные решения, внутри отношений. Не разрешено рубить сгоряча, сжигать мосты, а в том числе и сломя голову лететь в ЗАГС с подачей заявления. То есть в этот момент очень обострено восприятие партнера. Тут еще и в условиях карантина такое напряжение. Поэтому не стоит повторять подвиги Китая и бежать, подавать на развод. Однако это отличный период для того, чтобы поднять и обсудить давно наболевшие конфликты, давно наболевшие вопросы. То есть сейчас есть удача закрыть все старые вопросы. Так, ну и надолго ли затянется этот период? Венера находится в ретро-движении полтора месяца, поэтому свободно вдохнуть мы сможем 25 июня. И, наконец, побежать в салоны, на шопинг, в ЗАГС. В общем-то так. Екатерина, спасибо вам большое. До свидания.